Добро пожаловать в пресс-клуб Добро пожаловать в пресс-клуб Сложно удивить, но пока что он удивлен тем, что он видит и слышит о Беларуси Поэтому мне бы хотелось, чтобы сегодняшняя встреча была максимально неформального характера Во-первых, потому что температура за окном располагает И вообще пятничный вечер, прекрасно, можно продолжать его до самого утра Напомню, Дэвид говорит по-английски Но сегодня с нами прекрасный переводчик наш Юрий Бурденков, который будет переводить для вас Напомню про формат Сначала дадим слово Дэвиду, а потом у каждого из вас будет возможно задать свои вопросы И поскольку, скажем так, Дэвид впервые здесь еще не очень хорошо ориентируется в нашем медийном поле Можно так сказать Он просил прерывать его, если вы считаете необходимым задать какой-то уточняющий вопрос Или хотите, чтобы его презентация свернула немного в другое русло От меня просьба только поднимать руку, чтобы мы все слышали друг друга Чтобы на записи оставались ваши вопросы, я буду передавать микрофон Вот, ну а сейчас давайте, наверное, поприветствуем Дэвид Коут и Юрий Бурденков Працует, да? Добрый вечер Добрый вечер Вы знаете, я помог по-русски говорить Я шесть месяцев жил в Москве, но уже было давно, так, я много позабыл Так, простите меня, но я буду продолжать в английском Я шесть месяцев жил в Москве, а это был долгий час тому Тому я, дозвольте, протягну по-английски Позвольте поделиться первым воспоминанием о Беларуси Я родился на ферме в Канаде Семья была очень бедная, но помню, что отец купил трактор Беларус Я не знал, что Беларус или Беларусь это название трактора Потому что по-английски она беларусь Я не знал, что это название страны Я думал, это просто так трактор называется И тут на тебе Мне очень повезло, когда я с хорошими оценками смог попасть в ельский университет И после этого, ну, как бы карьера пошла в гору после такого хорошего образования И в ельском университете есть программа, когда вы из четырехлетнего обучения один год, третий курс учитесь за границей Я такой прихожу к директору и говорю, вы знаете, тут такое дело, я обучаюсь за счет стипендий, у меня своих денег нет, ну, можно я в Париже поучусь? Мне директор говорит, мне дешевле вас в Париж на один год на учебу отправить, чем вас здесь мариновать в еле То есть нам будет дешевле обучение Вот я в Париже, учу французский, мне 19 лет, все очень тяжело идет Но именно тогда я действительно пристрастился к культуре, к французской культуре Было очень сложно вникнуть в этот новый язык, было очень сложно вникнуть в этот менталитет Но когда я уже погрузился в это, когда я завел французских друзей, у меня появились французские друзья, и я понял, что нужно продолжать в том же духе Я закалился, изучая французский, все казалось мне море по колено, и я поехал в Токио На японский ушло побольше времени, чем на французский, но я больше не боялся языков В Токио было очень хорошо в плане заработка, я поднимал очень хорошие деньги, я смог рассчитаться со своими займами на обучение И после этого я начал путешествовать, очень активно путешествовать Я изъездил практически всю Азию, и вот то, что интересно вам может показаться, я был в Пекине, я поехал в Китай, в Пекин И в Пекине продавали билеты на Транссиб, на железную дорогу, которая шла через весь Китай, через весь Советский Союз, до Москвы и дальше, до Берлина Пять баксов Я особо не собирался по Союзу колесить, по Советскому Союзу, но я подумал, пятерка, почему бы и нет? Я должен, я должен это сделать И холодная, то есть годы холодной войны, я помню вот первое знакомство с русским человеком на вагоне-ресторане, вагоне-ресторане, поезде, который ехал через всю эту страну То есть как, вот первый русский человек, да, я с потенциальным противником встречаюсь, вот противник, враги И этот человек был в дупель Мы немножко поговорили, разговорились, и я подвел дело к вопросу, который я давно хотел задать Вы не беспокоитесь, что кому-нибудь из нашего руководства, то есть нашему или вашему руководству, придет в голову нажать на красную кнопку, и кирдык балалайка, ядерный апокалипсис Он на меня смотрит, я не боюсь На меня это повлияло Ну, таких историй у меня большое количество, я почти 100 стран объездил, более 100 стран Но ключевой тезис, ключевой посыл, который я хотел бы вам сегодня передать, это то, что каждый может сделать то, что я сделал Я был в бедной семье, у меня была только мечта, и за счет этого я пошел вперед и пошел в гору Стремился к мечте А, да, может быть, у вас скепсис какой-то в головах появился, когда вы услышали то, что я сейчас сказал Все возможно Я последние сутки, пока в страну приехал, я общался с белорусами Я знаю, у вас есть проблемы с заработкой не такие большие, виза проблема получить Я попробую поделиться с вами системой, которая может для вас отработать так же успешно, как она работает для меня Я работаю на блог «Хаффингтон пост», который в Беларуси не особо известен Но в США это третий по величине подписчиков блог, там более миллиона читателей, миллионы читателей И с чего все началось? Как я сумел путешествовать и при этом еще зарабатывать деньги? Я начал с малого Даже случайно Я опубликовал две книги, в которых речь шла об отношениях, о браке, о семье Но эти книги стали немного знаменитыми, и я был… Это я? Ой, это меня Попубликовал две книги, они стали немного известными, и Нью-Йорк Таймс написал статью, в которой рассказывал про меня и про мои книги И ко мне обратились представители «Хаффингтон пост», попросили меня прийти к ним на работу, то есть писать для них статьи по теме отношения, воспитания детей, вот такие вот вопросы Но вот здесь уже я подвожу к тому моменту, что актуально и может быть актуально для вас Мне всегда нравилось путешествовать И я написал статью о путешествиях Я спросил «Опубликуете вот эту статью?» И они такие «Нет, ну вы как бы об отношениях должны писать, а не о путешествиях» Ну, я уговорил их попытаться, попробовать, я сказал, что если никому не понравится, я просто забуду о том, что это случилось, если эта статья не взлетит Но статья взлетела И в тот момент все и закрутилось То есть я сам не осознавал, не целенаправленно это делал, но я просто нарабатывал, я писал статьи, нарабатывал портфолио статьи, которые касались путешествий То есть для меня тема путешествий была в принципе интересной, поэтому все пошло на самотек Я накопил вот это вот портфолио статей по этой тематике Если для вас интересна другая тематика, по аналогии действуйте и преуспеете То есть, возможно, вы хотите работать на компанию, на организацию, которая будет вас направлять в командировки в какие-то страны, вы будете путешествовать и писать там статьи Но я говорю, что нет, это не то, что вам нужно, это не то, что вы хотите То, что вам нужно, это то, что называется компс Комплиментарий, значит, бесплатный, дополнительный бесплатный какой-то подарок или дополнительные какие-то, как это сказать, ништяки Бонусы, да, спасибо Приведу пример В прошлом году в Швейцарию, поехал на две недели с дочкой И перед тем, как я поехал, я там разведал, получил контактную информацию, имейл-адреса, хороших отелей, хороших сети железнодорожного сообщения, других мест, которые полезны путешественникам И я им прислал, каждому на эти имейлы контактные, я отправил письмо и прикрепил туда, то есть поместил туда ссылку на свои статьи Я сказал, вот мои статьи, вот о чем я пишу, я хотел бы проанализировать вашу ситуацию, то есть посмотреть на то, как вы работаете, заинтересованы ли вы в этом И рассмотрите эту ситуацию с точки зрения владельца швейцарского отеля То есть они вот получают такое письмо от меня и начинают задумываться, интересно А вот этот вот писатель, этот блогер, он мне сможет привлечь новых клиентов, расширить мой бизнес? То есть для меня это было достаточно просто, у меня было много статей с очень хорошими фотографиями, фотоматериалом, креативно написано, интересно написано И где-то третья, четвертая часть вот этих вот вендоров, поставщиков услуг, различных компаний, они ответили мне и они действительно сказали, действительно да, мы заинтересованы, приезжайте, посмотрите как у нас дела на Напишите об этом Видите, ключевую разницу, то есть я напрямую выходил на эти отели, на эти туристические объекты, другие объекты, то есть без каких-то посредников То есть мне не нужна была какая-то крупная компания, которая платила бы мне командировочно и направляла в эти страны, в Швейцарию, например, для того, чтобы писать статьи И по этой схеме вы сами можете работать, например, вы можете писать статьи, можете контактировать, связываться, находить какие-то блоги, которые могут их опубликовать Не обязательно за деньги, пусть даже бесплатно, но таким образом вы нарабатываете свое портфолио, у вас становится больше статей по этой тематике и вы становитесь интересным медийщиком, интересным журналистом с точки зрения вот этих вот вендоров, поставщиков услуг, которые могут вам откликнуться, как они откликнулись мне Я не знаю, сколько у вас этот процесс, то есть наработки портфолио займет, полгода, шесть лет, но в любом случае вы находите самый крупный, самый хороший веб-сайт и связываете с ним И таким образом вы можете накапливать свои статьи, нарабатывать свое портфолио и идти как по ступенькам лестницы Вы начинаете с маленьких, не очень известных сайтов, потом чуть выше сайт, чуть выше уровнем, чуть более популярный и так далее То есть вы как по лестнице идете вверх Самый главный момент, который я хотел бы изменить в вашем сознании, изменить в вашем стиле мышления То есть если бы я мог протянуть руку вам в мозг и один переключатель там повернуть, это вот он Забудьте про такую вещь, как работа в качестве сотрудника на какую-то компанию в роли путешествующего журналиста Я хотел бы, чтобы вы работали на себя и тот материал, который вы пишете, те статьи, которые попадают, становятся частью вашего портфолио Вы использовали бы для того, чтобы путешествовать, для того, чтобы получать все возможности путешествовать Итак, я уже достаточно несколько минут уже говорю И я хотел бы сейчас попросить у вас обратную связь Действительно ли это то, что вы хотели услышать? То есть насколько это вам интересно? Насколько я вот попал в эту, нажал на эту клавишу и произвал нужную ноту, которую вы хотели услышать? Есть ли вопросы? Сейчас, одну секундочку, я вам несу микрофон Добрый вечер, Надежда Суслова, обозреватель веб-сайта Туризм и Отдых Судя по вашим словам, о туризме быть тревел-журналистом Я тоже являюсь тревел-журналистом уже 40 лет Имею огромное портфолио Молодец Спасибо Молодчина Ну, мой вопрос заключается в следующем По вашим словам, понятно, что о туризме, о путешествиях может писать каждый Судя по количеству народа, который здесь собрался Все так и думают Это правда? Вы так тоже думаете так, да? Да Я полагаю, что это правда Это вопрос энтузиазма Страсти и напористости Как это, усердия Но я вам не могу привить эти качества То есть энтузиазм, страсть к этому делу И настойчивость, они должны быть уже в человеке Но вот то, что я могу вам предложить Это Вот этот переключатель в своем уме, в своем сознании Просто переключите на нужную волну, скажем так Это paradigm shift по-английски Это то, что изменяет в корне ситуацию То есть измените ситуацию То есть специальных знаний не нужно, на ваш взгляд Я не уверен, что я это говорил, но допустим Допустим Еще? Окей Хорошо Да, что я хочу сказать следующее Я хочу спросить вас Итак, перед тем, что я начинал сегодня поговорить Как много людей вернулись Я хочу показать руки Как много людей вернулись Что я должен получить работу для определенной компании? Вот перед тем, как я начал с вами сегодня выступать Кто из вас пришел сюда? И поднимите руки, пожалуйста Кто думал, что хорошей целью в жизни Или хорошо бы было, если бы вы работали на какую-то крупную компанию? Кто думал? Поднимите руки Как вы можете понимать Или как вы можете догадаться Когда со мной общаются люди престижных профессий Врачи, адвокаты, например Какие-то солидные профессионалы У них реакция вот такая Челюсть впадает Что? Серьезно? Вот это работа Я себе сам такую хочу Сам или сама хочу такую себе Как вам это удалось? Ну, конечно, с ними у нас не получится такой разговор Я не могу им так же донести эту мысль Почему я этим занимаюсь, как с вами Вам я могу это объяснить Моя любимая аудитория Вы уже созрели для этого Вы этого хотите И, во-вторых, я надеюсь, что вы слушаете это с открытым умом С открытым кругозором То есть вы готовы принимать новые идеи И единственная моя задача сейчас Единственная задача, которую я сейчас хотел бы решить Это изменить ваш стиль мышления Ваш менталитет Забудьте эту корпоративную жизнь компании И начинайте накапливать, нарабатывать свое портфолио И так же, как вы можете себе представить Как вы можете догадаться Чем больше это делаешь Тем проще дальше работать Это как по накатанной идет Допустим, вот пример с моей карьеры Если я только начинающий блогер Если я только начинающий писатель И я пытаюсь связаться с поставщиками услуг С вендорами в какой-нибудь стране третьего мира Например, Таиланд или Африка Какая-нибудь африканская страна Или, может быть, попытаться связаться с вендорами И приехать туда в низкий сезон Вы знаете, низкий сезон, высокий сезон Когда нагрузка туристическая высокая Высокий сезон, и наоборот И вы начинаете работать с компаниями С поставщиками, которые, может быть, заинтересованы В том, чтобы работать с профессионалами вроде вас То есть они не супер-высококлассные учреждения Не супер-зазнавшиеся компании Они смогут с вами работать, они захотят И, может быть, в самом начале Если вы делаете рассылку на эти контактные имейлы На контактные адресы почты Вы контактируете с десятью компаниями, например Может быть, девять из этих десяти вендоров Компании, они просто проигнорируют ваше письмо И даже ничего в ответ не напишут Но когда вот та и десятая компания скажет Да, мы заинтересованы Вы будете помнить этот момент, эту компанию всю вашу жизнь Еще вопрос, пожалуйста Здравствуйте, меня Лена зовут Вот я хотела спросить о ваших отзывах Вендоры, они же заинтересованы в хороших отзывах Они же не заинтересованы, чтобы о них написали плохо Вот как здесь, как вы поступаете, если вам что-то не нравится Хороший вопрос, я действительно забыл об этом упомянуть Я вспоминаю только зарю свои карьеры И скажу, я человек переборливый Как я работаю? Допустим, я еду в какой-то город И там десять вендоров, компаний, которые я хотел бы дать им рецензию на их работу Или написать о них статью Обзор И в этом случае, может быть, это культурное различие Западный мир, восточный мир Потому что на Западе компании, вендоры Когда они приглашают людей вроде меня Они готовы То есть они понимают, что отзыв может быть как положительным, так и отрицательным Они понимают, что они идут на определенный риск И с другой стороны, они понимают человеческую психологию Если я к ним еду, и они мне что-то дают бесплатно То у меня будет больше склонности написать это в положительном ключе о них, чем в отрицательном Здесь как такой баланс, танец С одной стороны, мне нужно написать объективный отзыв Мне нужно написать объективную рецензию И сохранить свой авторитет, свою репутацию В лице своих читателей, как человек, который пишет объективно И с другой стороны, я чувствую себя как бы обязанным Такое давление над психологическое То есть я обязан написать что-то хорошее об этом вендоре, который меня пригласил Как я с этим справляюсь? У меня есть свой стиль Я не уверен, что этот стиль подходит для всех И в этом случае я действую так Если мне не нравится какой-то вендор, будь то ресторан, отель Или какой-то туристический продукт, туристическая услуга Я просто не упоминаю их в статье Я не помню, я никогда не писал Какого-то плохого и плохого рецензии Которого читает мой блог Почему они пришли в мой блог? Почему они его читают? Они гуглили что-то, например, гуглили слово Таиланд Страну Таиланда и попали ко мне И мой блог в результатах поиска, в результатах, которые выдает гугл поисковик Они достаточно высоко То есть мой блог достаточно высоко в списке поиска сверху Потому что я достаточно давно этим занимаюсь И вопрос, который возникает в голове этого читателя Который пришел на мою страничку из этого запроса Интересно, а вот этот вот писатель Он поможет мне сделать мой отпуск приятным в Таиланде? И когда я пишу статью, я не думаю о том, что доволен ли вендор Или будет ли он удовлетворен тем, что я написал Я об этом не думаю Я ставлю приоритет на читателя То есть моя задача дать читателю то, что ему нужно Ему или ей для того, чтобы они снова возвращались на мой блог И читали мои статьи Здесь достаточно щекотливая ситуация Я знаю, что некоторые из вас действительно занимаются журналистикой Непосредственно журналисты И у вас в голове принцип честности Принцип integrity, то, что называется Это честность Вы не переходите определенную черту, определенную линию Но с точки зрения вот именно путешествующего журнализма Или журналистики путешествий Здесь как бы серая зона Здесь нет такой четкой линии, которой нельзя сказать Вот здесь плохо, здесь хорошо Это два разных типа людей Два разных типа То есть здесь как две стороны в этом вопросе С одной стороны писатель, с другой стороны вендор, поставщик И вот эта компания, этот поставщик услуг думает Вот Дэвид, он сможет мне привлечь новых клиентов своей статьей А я думаю, то есть с точки зрения своей как писателя Как дать своим читателям максимально интересную статью Максимально полезную статью Правдивую И вот когда позиция меня как писателя И позиция поставщика услуг как поставщика услуг Сходятся в какой-то точке компромисса Вот тогда у меня получается бесплатная поездка Какой-то приятный тур Да, вендор риск побольше Может быть у меня риск поменьше в этом случае Я напишу, что встретил там прекрасную, замечательную женщину Которая о журналистике путешествий пишет уже 40 лет в этой сфере А может быть у кого-то еще вопросы? Пожалуйста И сама переводим Сложно было в Йейлский университет поступить? Спасибо Я вам расскажу, но вы можете мне не поверить Вы не поверите мне Как я уже говорил Я же вырос в достаточно бедной семье На ферме Фермерское хозяйство Но мне всегда нравилась музыка, искусство и бокс А, бокс, книги Да, потому что бокс по-английски боксинг Книги, книги понравились Но бокс мне тоже нравился Книги, конечно Он спасает мою жизнь, поэтому его нужно уважать Пожалуйста, уважайте его На самом деле нет Возвращаясь к вашему вопросу Я всегда был мечтателем То есть у меня были такие мечты Порой сумасшедшие мечты Когда я подавал заявку в Йейлский университет Я вообще не думал, что я туда попаду Я вообще не думал, что я туда поступлю У меня не с кем было посоветоваться Никто из моих знакомых Я никого не знал, кто туда попал Даже я не сомневаюсь, что из той части Канады Из которой я родом Кто-то поступил в Йейлский университет Но у меня была мечта Я спросил, чему нет? Но Стэнфорд был мой номер один К сожалению, они меня отказали Поэтому пришлось соглашаться на Йейлский Но опять-таки ключевой тезис Возвращаюсь Это переключатель Смените свой стиль мышления Например, вот опять не поверите Будет очень сложно поверить то, что я сейчас скажу Но американские университеты Очень ценят, очень заинтересованы в разнообразии Разнообразии культуры Разнообразии расы То есть разнообразие во всех проявлениях И сейчас они активно ищут Сами активно ищут студентов В таких экзотических странах Которых они могут привлечь И пригласить на учебу в Америку И если вы, как Беларусь, например Направите заявку на поступление В Йейлский университет Это будет большой плюс В глазах Йейлского университета Чем если бы вы, например, были канадцем Или немцем Или немкой Канадкой И вы из этих стран подавали заявку Но вы меня слушаете сейчас И не верите Да ладно На самом деле так и есть Это не путешествие Это просто бонус такой Бонус-трек Но если я могу изменить Ваше мнение Изменить ваш стиль мышления То есть не нужно закрывать Для себя полностью Исключать Что нет Я не выпущусь Из американского университета Или я не защищу Там магистерскую Сейчас самое время Этим заняться Поверьте мне Здесь в деньги Все не упирается У этих университетов Денег куры не клюют Они очень богаты 75% стоимости проживания Обучения При Ельском университете Мне бесплатно дали Ельский университет Позаботился об этом И поэтому я хотел бы Чтобы у вас тоже был такой опыт Или такая история Которую вы могли бы поделиться Я хотел бы поехать во Францию Можете заплатить за мою поездку во Францию Учебу Ответил, да? Ваш вопрос Эльвира Королева Журнал Корона Главный редактор У меня есть много вопросов К вам Но остановлюсь на двух Скажите, пожалуйста Писали ли вы обращения В белорусские гостиницы Отели И какие ответы Вам приходили В этот раз я по-другому сработал Не так, как обычно работаю Именно на этом визите в Беларусь Давайте к метафоре обратимся Как это можно описать со стороны То есть я учу вас играть На каком-то инструменте И здесь в Беларуси Я только джазмен Я импровизатор Теперь поясню Восемь дней я провел в Польше Семь дней в Украине И пять дней у меня на Республику Беларусь И сейчас я уже отхожу От таргетирования От целенаправленной работы С вендорами И я переключаюсь На новую тенденцию В журналистике путешествий Которую вы, возможно, даже и не слышали А о которой вы, возможно, даже и не слышали Social travel Поисковый запрос Социальное путешествие Вот именно это то, что заряжает меня энергией Это моя страсть Когда я начинал работать Я был заинтересован Посещать хорошие отели Ездить в какие-то приятные туристические поездки Но сейчас мой акцент сместился На именно социальные На общественные отношения То есть на межличностное общение В тех странах, которые я посещаю Я пишу об этом Я знаю, что все вы страстные поклонники путешествий Или у вас есть страсть к путешествиям Иначе вы просто сюда не пришли Но сейчас я совмещаю две свои страсти Страсть общаться и встречаться с людьми И страсть путешествиям И это социальные путешествия Social travel Когда я ехал в Польшу, Украину и Беларусь Я использовал сервис couchsurfing Может быть слышали о нем И для своих путешествий Я не выбираю какие-то регулярные маршруты Регулярные рейсы Я езжу автостопом А все, что я делаю Направлено исключительно На следующий контакт На следующего человека С которым я встречусь И буду общаться На месте Видите, как сместился акцент Может быть, вы застенчивы По природе своей И вы не хотите встречаться С таким колоссальным Большим количеством людей С которыми я встречаюсь Но если вы попытаетесь мне сказать Или убедить меня Что, ой, Дэвид У меня путешествие не получится У меня нет денег Мне не по карману Я вам вообще не буду сочувствовать Ноль Нулевачка Ответил на ваш вопрос? А можно я второй задам? Еще Очень интересует финансовая сторона вопроса Например, вас приглашает кто-то Вы приезжаете Деньги за это вам не платят Как вы договариваетесь О сроках пребывания Или все-таки вы какие-то деньги Зарабатываете на этом? Можно немножечко про себя расскажу У нас, в принципе, есть такие отношения В Беларуси То есть очень много таких примеров Когда, пожалуйста, приезжайте В какую-то усадьбу, музей и так далее Останавливайтесь Кушайте, пейте и так далее Но деньги на этом заработать Зарабатывают только единицы у нас И то благодаря тому, что у них Очень много подписчиков Очень богатые компании Могут их спонсировать Если, например, блогер получает У нас деньги, наличность То это нужно учитывать Что это нужно ИП все-таки Скажем так Если ИП, то это нужно На регулярной основе Такие путешествия устраивать То есть вот расскажите Про финансовую составляющую Кажется, я вник в вашу ситуацию Я понимаю вашу ситуацию Честно говоря, у меня нет простого Я боюсь, что у меня нет простого решения Этой задачи Я трачу деньги из своего кармана На путешествия Немного Может быть, 5% общих издержек Это из моего кармана Я плачу их сам Оплачиваю их сам Но я несу издержки То есть я деньги тоже Из своего кармана достаю И плачу ими И вот здесь в чем заключается Преимущество любви к людям То есть я сижу и по телефону Общаюсь с представителем United Airlines Это авиакомпания в США И обычно это достаточно длительные Пространные беседы Достаточно скучные И агенты с той стороны Не особо вежливостью отличаются Но вот это, именно эта агент Агентка, которая со мной говорила Она была необычайно вежливая Она была готова помочь И поэтому я сказал Я открыто сказал Что вы не похожи На основную массу агентов Вы вежливые И вы хотите помочь человеку И в итоге разговор продолжался В конструктивном русле И она дала мне адрес почты И сказала, что если нужна будет Какая-то помощь с билетами Пожалуйста, контактируйте Я попробую вам помочь И мы подружились в итоге Мы обменялись визитами Я съездил к ней в гости Она ко мне И в итоге вот сейчас Последнее развитие ситуации Она мне выделила Определенную часть Квоты бесплатных билетов Которые ей доступны Как сотруднику компании Как агенту То есть из Сан-Франциско До Минска Я прилетел Безденежно Безкоштовно Да Вы слушаете такую историю Да, вот Дэвид Красавчик Но мне-то с этого что Или вы можете попытаться Выстроить такие же отношения Как у меня сложились С этой агенткой То есть вы сами можете выступать Как То есть нести Такую любовь к людям И это откликнется У вас начнет возникать Вот эта сеть контактов Которые вам пригодятся Большинство людей Такие как агенты Которые работают На авиалинии Например те же Или на какие-то Бюро путешествий Им не слишком много денег платят Им платят еще И вот такими Скажем так Дополнительными преимуществами Например какая-то квота Бесплатных билетов Какие-то другие услуги Бесплатные И люди которые работают На этих На эти авиалинии В частности вот Тереза Тереза уже Напутешествовалась До сета Она не хочет путешествовать И она вот эти билеты Которые не использует сама Она дает их мне Дарит их мне Я не верю Я не верю Что я единственный человек На планете Который раскопал Такую жилку Такую ситуацию Нашел Я думаю Что у вас Такие же Ситуации могут возникать И вы можете этим пользоваться Любимая авиалиния Это был сарказм Добрый вечер Дэвид Скажите пожалуйста За всю вашу Историю путешествий Какие страны Вас впечатлили Больше всего И почему И может быть Вы можете Посоветовать Какие из этих стран Вы можете посоветовать Для обязательного Посвящения в жизни Допустим Три У вас есть последняя часть Вопросов Обязательные для посвящения Какие Да Топ-три Обязательные для посвящения В жизни Каждого человека Спасибо Этот вопрос Мне задают Очень часто Но я понимаю О чем Я понимаю Эту ситуацию И мне очень нравится Этот вопрос И то что Как я обычно отвечаю Субъективное восприятие То есть вы можете Страну воспринимать По-своему Не так Не так как я себе Ее воспринимаю Не так как Я для себя Ее представляю Не так как Она мне понравилась То есть это очень Субъективный такой момент Первый Но Однако Мне очень нравится Япония Я обожаю Японию Я там жил три года Я завел Я выучил язык Я говорю по-японски И я завел друзей С точки зрения экзотики Потрясающая культура Дружелюбные люди Они очень добрые То есть они очень Гордятся своей культурой Они очень вежливые У них чувство гостеприимства Развивалось веками Очень глубокое чувство И их стиль мышления И их менталитет Очень сильно отличается От моего и от вашего Очень сильно Я могу часами об этом говорить Очень много Чего могу Про Японию рассказать Второй номер Страна Которая вы точно Вот в списке топ-3 Вы ни за что не угадаете Что она там У меня Это номер три Номер отрез Беларусь У меня теперь есть подруга здесь Беларусь Моя подруга Тайвань Вторая страна Все хотят Или все думают Что им нужно съездить в Китай Посетить Китай Не надо в Китай ездить Я был в Китае Неоднократно Мне нравятся люди Мне нравится культура Но я считаю Что коммунистический стиль Это коммунистический строй Вернее При котором они живут Он разрушает сам дух Китайской культуры И они все еще пытаются Восстановиться После этого страницы В прошлом Они пытаются Вернуть Утращенные частицы Своего духа Китайского духа Возможно вы слышали Возможно вы слышали Что Китай Как дикий запад В прошлом в США То есть очень хаотичная система Очень замкнутая система Хорошие люди там Очень страдают Именно от давления системы От давления режима Однако Тайвань Как возможно вы знаете После войны До коммунистической революции В Китае Чан Кайши И его последователи Они должны были Эмигрировать То есть они должны были Бегственно спасаться В Тайвань И они привезли туда Очень большое количество Своих артефактов Китайской культуры Я генералиссимус А ни в коем случае Не оправдываю Чан Кайши В моем понимании Не герой И вообще Не примечательный человек Не прекрасный человек Но я считаю Что он спас Китайскую культуру И в Китае В Тайване Вернее Которых не затронула Коммунистическая волна Которая накрыла весь Китай Самоидентичность Самоуверенность То есть у них Чувство уверенности в себе И чувство национальной идентичности Оно совсем другое Чем в Китае В Тайване И тайваньцы В силу своей открытости Они себя считают китайцами Но у них черты Они более уверены в себе Они более открыты И поэтому Я с тайваньцами Очень любил общаться То есть общаться с ними Было действительно Большим удовольствием Очень приятно И в качестве бонуса Как приятная такая вишенка На торте Тайвань это очень дешевая страна То есть там Стоимость жизни Невысока Третья страна Номер три Что же у меня там Италия Дальше объяснять По поводу Италии Италия Номер три Расскажите Расскажите Пожалуйста В каких странах В каких ваших путешествиях Вы встретили Самых сложных людей В общении То есть Не таких приятных И еще я бы Сразу хотела спросить Вот Может быть Вы могли бы Рассказать Истории Неуспешных путешествий О каких-то Трудностях В вашей работе Страна Самыми сложными Людьми Китай Особенно если Отмотать историю На 15 лет назад Очень сложные Были люди Я не хотел бы Сейчас критиковать Если бы я бы На их месте Оказался То я скорее всего Себя так же вел Был таким же Сложным человеком В общении Но я шутил Что Китай Это страна Слова нет Везде куда идешь Нет Нельзя Путь закрыт Нельзя туда Везде куда я пытался Проникнуть Китай Хорошо Неудачи Давайте подумаем Я думаю Самая большая Сложность Самая большая Проблема для меня В моих путешествиях Это одиночество Я экстраверт Я очень Дружелюбный человек Очень общительный человек И для меня Самый большой кошмар Это находиться В одном номере В сингле В одиночном номере Рядом с застенкой Со мной Другой такой же Одинокий человек И так весь отель Царство одиночества То есть если вы хотите Например куда-то поехать В каком-то Делюксовом отеле Остановиться Люксовом отеле Аккуратно с этим Ничего не приходит на ум Но обязательно Если я вспомню Я к этому вернусь То есть я не пытаюсь Уйти от ответа Я еще хотела спросить Вот больше С профессиональной стороны Какими навыками Какой техникой Какими приемами Нужно обладать Что нужно уметь Для того чтобы быть Успешным тревел-журналистом Мне всегда легко давалось Само написание статей То есть пишу я хорошо Легко Для меня было очень легко Как писать Как письменной речью Так и устной речью То есть я очень легко Общался И очень легко Оформлял свои мысли на бумаге То есть не всем это дано Но если я хотел бы выбрать Одну скилку Которую вы можете Делать и практичить Я бы сказал Это скилку Социализироваться Если говорить о ключевом навыке О очень важном навыке Которое можно и нужно Разрабатывать Развивать Это навык общения Навык межличностного общения То есть не бояться В ситуациях Когда обычный человек Стоит на месте И ничего не делает Подойти и представиться И познакомиться с кем-то Может быть я как-то Таким манипулятором топовым выступаю То есть я хочу с людьми Общаться только потому Что они мне что-то Могут дать взамен Но вот неожиданный момент Мне действительно нравится Общаться с этими людьми Я получаю удовольствие от этого И действительно иногда Эти контакты Они могут Я с человеком 45 секунд знаком Этот человек Может мне дать какую-то идею Или каким-то образом Повлиять на мою жизнь То есть вот такой эффект Тереза Агентка, которой я говорил Туристический агент То есть авиалинии Когда я впервые с ней познакомился Я же не думал Что ага Халявные билеты То есть это общение Которое еще по телефону Происходило до личной встречи То есть она не была скучным агентом То есть она выделялась Серой массой агентов Именно тем, что она могла Как это сказать Весело, что ли Have fun То есть с этим человеком Было приятно разговаривать Приятно общаться По-моему, это не манипулирование Людьми или отношениями Это действительно то, что имеет смысл То, для чего нужно общаться И второй навык, который важный Это фотографирование Это возможность делать хорошие красивые снимки Для меня это сразу не получалось То есть я прошел несколько онлайн-курсов В которых было там самые базовые позиции То есть моменты такие, как компоновка кадра Другие моменты, которые нужно было изучить, освоить И сейчас вот я достиг определенных высот в этом У меня есть вопрос Дэвид, вы говорили о том, что блок ваш очень популярен И несмотря на то, что он выходит в интернете У меня вопрос Не заставляет ли вас редакция адаптироваться к новым диджитал форматам Например, я получаю сообщения от каких-то тревел-блогеров Несколько раз в день через мессенджеры Большие издания максимально стараются Дифференцировать свои каналы И распространять, не знаю, статьи Или просто какие-то заметки Через Snapchat, Twitter, что угодно Вам тоже приходится адаптироваться По запросу редакции Или вы просто пишете, высылаете текст И они уже публикуют на странице, ничего больше В общем, какое давление со стороны вот этого Social Media First Не уверен, что на 100% понял суть вашего вопроса Но позвольте, я начну отвечать И если уйду не в то русло, поправьте меня Направьте меня в нужное направление У меня в входящем папке почты Очень большое количество писем Каждый день приходит То есть там самые разные материалы Реклама приходит, какие-то запросы Пиарщики, пиарщики Реклама, пиарщики Это мой страшный, самый страшный кошмар Там очень много писем вот такого рода И, кстати, совет Если хотите, чтобы я ваше письмо точно прочел Напишите «Дэвид» В строке заголовка, вернее, письма Должно быть мое имя Иначе я просто его не прочитаю По-моему, я промахнулся, отвечая на ваш вопрос Пожалуйста Давайте еще раз Вы пишете текст, например, из Беларуси Запрашивает ли редакция его переработать и сократить? Говоря, Дэвид, на сайте больше не читают Мы отправим это куда-нибудь Ну, куда-нибудь Ну, в Твиттер, да Сократи и подстройся под новый формат Потому что нас больше не читают И аудитория ушла, например, на эту платформу Давай разобьем Ты разобьешь текст на цитаты Или на короткие, я не знаю, что угодно И работай в таком формате Теперь понятнее Давление редактор следит коллегии, да? Моя point is that Big media outlets are going more to the social media platforms And they're struggling with digitalization And all this stuff, you know Переходят к новой струб Whether you have to struggle By the request of the editorial room To be more, you know, social media oriented Да, действительно, давление колоссальное И это не то, что они мне явный откровенный запрос направляют И я или отказываюсь, или с почтением принимаю его Нет Есть такое внутреннее негласное давление Представьте себе На мою должность Тысяча человек в очереди стоит И мои редакторы в курсе И они ожидают, что я буду Даже впереди гребня волны бежать Не то, что на гребне волны Даже опережать тенденции Быть впереди тенденции Когда я начинал писать Это был просто текст Ни фотографии, ничего И я вот такие вот статьи Мог одну большую статью Наклепать за день Написать за один день И потом мне приходит такая одна строчка письма От редактора Слушай, а про фотографии ты не думал И что это значило? Так, быстро, быстро пошел и сфоткал что-нибудь Быстро мне фотографии наделал Это подтекст такой То, что не было там написано, но подразумевалось Экспресс-курс фотографии, фоторетуширование, фотошоп Но я думаю, что мой момент Я знал, что мне нужно вписываться в этот формат Иначе в следующий день Я думаю, вопрос, который сам себе задаю Вопрос, который у меня в сознании Насколько я готов адаптироваться Насколько я готов прогибаться под это, можно так сказать Мне нравится то, что я делаю Но есть определенный эффект Если вы слишком долго что-то делаете Это становится уже частично рутиной Несмотря на то, что это вам нравилось И моя любимая статья Которая написала об Исландии Там было 5000 слов текста И где-то 20-30 фотографий Вот такая статья Но если бы я сейчас такую статью написал И пытался бубликовать То я бы не работал на этой должности И вы бы сейчас с кем-то другим общались Не с Дэвидом Да, это очень конкурентная среда Сверхконкурентная среда И это хорошая новость и для вас Потому что вы можете преуспеть В этой конкуренции Забраться вверх по лесенке И выступать, как я сейчас на сцене Достаточно близко к теме Где-то здесь был вопрос, да? Впереди Так Один Еще один вопрос Поддерживает ли My girlfriend This is your last question Oh, my friend And then after I'm going to talk to them I'll talk to you after Я с вами потом пообщаюсь Нет, я сейчас спрошу Скажите, пожалуйста Поддерживает ли вас Ваша семья? По своему опыту знаю Что, например, мои дети Выросли без меня Да, меня поддерживает семья В моей семье Дух путешествий живет Это норма Мои дети, например, 40 стран посетили Моя жена работает В некоммерческом институте Который помогает Африканским предпринимателям То есть развивает Предпринимательство в Африке Я тоже ее не вижу Она постоянно в разъездах То есть мы принимаем ситуацию Это не идеальная ситуация Мы это понимаем И принимаем То есть мы продолжаем работать Как работали Там, пожалуйста Мой вопрос Так как вы очень много путешествуете Какой рецепт идеального путешествия И пользуетесь ли вы Какой-то информацией Какими-то блогами Либо другими источниками Когда готовитесь к вашему путешествию В чем секрет Спасибо Я начну с легкой части ответа Когда я еду в какое-то новое место Я смотрю на Вики Трэвел Пробиваю это место И вот это Вики Трэвел Например И топ 10 на TripAdvisor Это мои такие средства Получения грубой такой Неочищенной Нерафинированной картинки С которой можно потом Какие-то понимания Какое-то получить О достопримечательностях Что там вообще смотреть Но это очень маленький компонент Идеального путешествия Для меня Очень маленький Моя идеальная поездка Это я к кому-то еду Когда я к кому-то туда еду Когда кто-то в той стране Меня ждет на том конце Первое то, что я делаю Это мухля Я сейчас мухлю И вынимаете Я знаю Я иду в базу данных Ельского университета Где там эти ребятки И я ищу именно в этой базе В базе выпускников Ельского университета Где живут выпускники Этого университета В этой конкретной стране Куда я еду Если вы угадаете Сколько белорусов учились И выпустились Из Ельского университета И университета Я вам подарю новую машину Новую Один, да Надо было сказать один Ноль Close enough, но не то Хорошо Поддержанную машину БУ-мотор То есть я написал ей так Дорогая Анна Мы никогда с вами не встречались Мы с вами не знакомы Но я люблю Ельский университет И вы тоже Вот пожалуйста Я сейчас приеду в Беларусь Можете меня там познакомить Вести с какими-то людьми И в итоге вот я с тремя людьми За последние 24 часа познакомился По ее совету По ее наводке И у одного из этих людей Я сейчас живу То есть остановился там Второй человек Меня пригласил сюда Выступить перед вами И третий человек То есть третий человек Меня наставляет на путь истины Помогая здесь Решать вопросы Но отвечая на ваш вопрос прямо Для меня все упирается В качество контакта В качество отношений С людьми В конкретной стране В той стране Куда я еду Идеал Это когда у меня есть там люди Не самые незнакомые То есть это люди Которые учились в Йельском университете Это люди Которые Мои друзья Или друзья моих друзей Которые мне Друзья порекомендовали Вот это идеальный вариант Но резервный план Это каучсерфинг Я никогда не использую Эйрбинб А в Эйрбинбе Там другой человек Хозяин Хозяин того места Куда вы приезжаете Для меня идеальный хозяин Это человек с каучсерфинг То есть люди Которые щедрые Которые не возьмут С вас денег Которые Вы интересны Как человек Или может быть Они хотят С вами поговорить Пообщаться Вот такие вот Открытые Дружелюбные люди Это идеальный вариант Контакта на другой стороне Так Это прекрасная организация И помните Сколько вам Сочувствия Выражу Если вы скажете Что Ой, Дэвид У меня нет денег На путешествия Помните? Вам другая машина Тогда достанется Пожалуйста Ваш вопрос Можно я вопрос задам? О, sorry Дэвид Скажите, пожалуйста Хочу вернуться К вопросу Заработка Для тревел-журналиста Вопрос вот какой Вы говорили О создании контента Для масс-медиа А кто еще Кроме масс-медиа Может быть Заказчиком Для вас Для тревел-журналиста Вот В создании Такого контента Какой контент Им нужен? Может ли это быть Допустим Не СМИ А допустим Кинокомпании Может быть Какие-то Туристические агентства Кто еще Вот Для вас Является Заказчиком? Какой контент Они могут Заказывать Тревел-журналистам? Видео-контент Может быть Это будет фото Может быть Это какие-то Книги Что угодно Какой контент? Понял Очень важный вопрос Меня особо оценю И отмечу Вашу креативность Которую вы применили Задавая этот вопрос Приложили Задавая этот вопрос Потому что Это особенно важно В контексте ответа Меня задавали До этого вопрос О неудачах Которые меня Преследовали В путешествиях Ну может быть Это не совсем неудача Это просто Такой момент Которым я абсолютно Ненавижу В путешествиях Вот Это логистика Это продумывание маршрута Логистические хлопоты Вот такие вот Логистические изыскания Когда я В какую-то страну еду Я начинаю Исследовать Где Чего Куда ехать С кем знакомиться Вот этот человек Меня познакомит Дальше Там цепочка Еще знакомств Такие вот моменты Которые связаны С логистикой Продумание маршрута И прочего Для меня Это очень большой стресс Я очень их не люблю Мягко говоря Я только с одним СМИ остался Только с одним Средством массовой информации Остался в итоге Потому что Это дает мне То, что я хочу При минимуме Напряга и стресса Но может быть В вашем случае Полезно будет Диверсифицироваться То есть пойти С несколькими Средствами массовой информации Работать Не с одним Те же ТВ канал Например То, что вы упомянули Или те Кому нужен Фото контент Вот эти направления Они для вас могут Я считаю Это прекрасная идея Они могут сработать для вас Но с моей точки зрения Ваш вопрос Отводит нас Подводит нас К той мысли Которую ранее озвучил Нарабатывание портфолио То есть накопление статей По теме То есть в начале этого пути Может быть вам придется Контактировать с очень большим количеством Средств массовой информации Или других компаний Это будет непросто То есть не все будет получаться Сначала даже Много чего не будет получаться Нужно продолжать это делать Нужно заниматься этим Целенаправленно Звонить Добиваться По этому пути Я хочу запытаться Який у вас Воголи план Якая программа У Беларуси Ци плануете Вы так само Выезжать Наприклад У Виоски У инши регионы Беларуси Ци состракаться С Якими Вядомыми особами Ци у вас Будете Якимбуде Еще в презентации Я даже пристану Потому что Я очень Для меня страстная Такая живая тема Мне только 5 дней На пребывание Про это и речь Мне визу Открыли на 5 дней Поэтому у меня Здесь 5 дней Которые нужно Максимально С целью Потратить Номер 1 Это общение с людьми Контакт с людьми Если например Вы со мной Общаетесь сейчас И вы скажете Что О Дэвид Знаете Я завтра еду на дачу Там За город куда-то Я буду в очереди стоять Чтобы с вами поехать Выбери меня С точки зрения Моего пребывания Здесь Я именно ищу Вот эти уникальные Специфические моменты Которые Которые для вас Являются Обыденным И обычным делом А для меня Это экзотика Для меня Это интересно Вот именно За этим я охочусь Приведу идеальный пример В Киеве Познакомился с женщиной Которые Которые нравятся свинг-дэнсинг Которые 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 И Пожалуйста, приглашение. Поступаю. Есть еще вопросы? Такой еще вопрос. У трейл-журналиста, наверное, когда вы выбираете маршрут, вам, наверное, приходится искать какие-то экзотические страны, потому что, допустим, Япония, Китай — это страны, о которых очень много пишут. А есть страны, о которых пишут мало. Вот какие экзотические места на Земле вам приходилось посещать? Есть ли такая вообще задача поиска таких мест? Например, там остров Пасхи. Бывали ли когда-нибудь на этом острове? Писали ли об этом? Или какая-нибудь маленькая страна в Африке? Приходилось ли там бывать? Да, приходилось в таких местах бывать. И меня немного вот что разочаровало, расстроило. Вот мой парадокс, я сейчас его озвучу. С точки зрения экзотики, мне нужно принимать точку зрения своих, то есть мне нужно смотреть на это через призму американцев, моих основных читателей. То есть экзотика для американцев, что это? И некоторые страны становятся популярными такими фешенебельными направлениями по причинам, которые просто не в состоянии понять, какие-то глупые причины. Например, Исландия — это фешенебельная страна. Новая Зеландия — это прекрасное место для путешествий. На самом деле нет. Мое мнение такое, что туда не стоит ходить и тратить свое внимание, распылять свое внимание на эти страны. Но мои статьи по этим странам, Исландия и Новой Зеландия, это номер один в моем блоге по популярности. В мире, где все было, если бы все было по-моему, в таком идеальном мире, я бы писал о тех странах, которые я в кавычках «открываю» для себя. Но иногда мои редколлеги, то есть мои редакторы мне говорят, нет, ну, приоритеты надо как-то смещать. Я про свою любимую страну рассказывал, про Тайвань. Я написал про Тайвань, они опубликовали эту статью на сайте, и такой прохладный, тёпленькая, еле тёпленькая такая реакция была. То есть ничего такого выдающегося. Очевидно, была реакция, да. Ну вот, например, я хочу написать о Республике Беларусь, о Беларуси и побудить или разбудить интерес к этой стране. Но в каком-то смысле я уже устал от этой игры в фешенебельная страна, не так себе страна, в конкурс популярности между странами. Я от этого устаю. Ну, я буду писать о том, что важно для меня это социальные взаимоотношения, общественные взаимоотношения, общение с людьми, контакты с людьми. И для меня это интересно. Но, может быть, это будет не так популярно среди читателей. И, может быть, в следующем году я уже не буду работать в этом СМИ, в Хаффингтоне. Ещё есть вопрос, да? А давайте поднимем все руки, чтобы ориентироваться, через сколько мы заканчиваем. Окей. Три последних вопроса. Хорошо. Сначала девушки. Скажите, пожалуйста, что больше нравится вашей аудитории? Статьи, где вы описываете какие-то свои невероятные приключения, или статьи, которые дают больше подсказок о каких-то, не знаю, о том, как хорошо провести время, какие-то туристические достопримечательности? Вот что больше нравится людям? Что больше нравится людям? К удивлению своему, обнаружил следующее. Людям нравятся классные фотки. Им больше всего нравятся качественные фотографии. Я такой, о, я же писатель, почему фотографии популярны? Я хочу свою историю доносить до людей. А мои читатели просто скроллят, о, какие фотки классные. Только фотки смотрят. То есть себя разочаровывает немного. Ну, что делать? Что с этим робить? Мой вопрос, когда вы приезжаете в гости, принято привозить какие-то подарки. Есть ли у вас какая-то традиция привозить сувениры к тем людям, к которым вы едете, и что вы предпочитаете возить в качестве сувенира с собой из разных стран? Спасибо. У меня вредная привычка такая есть, плохая привычка. Я надеюсь, никого больше из вас ее нет. У меня нет вообще интересов предметом, каким-то объектом. Я предметы не люблю дарить, я не люблю предметы получать в подарок. Когда я путешествую, я вообще сувенирами не затариваюсь, я не привожу домой сувениры, я не привожу даже детям подарки из путешествий. Я, когда путешествую, мой основной акцент, мой основной интерес – это фотографии. И те фотографии, которые я делаю, может быть, процентов 95 из них для вас не вызовут никакого интереса. Но это моя память о стране. Вот то, как я себе сохранил эту страну. Я буду смотреть на фотографии из Беларуси и вспоминать, как я провел здесь время. Я веду журнал. Да, можно сказать, это журнал, это дневник, то есть diary. Я туда помещаю мысли какие-то, интересные заметки, интересные фотографии. И если я у кого-то останавливаюсь в доме, в чем-то, я не привожу с собой каких-то подарков. Обычно нет. Но я очень стараюсь, когда я у них прибываю, то есть когда я у них нахожусь, купить для них что-то. Или что-то, угостить их чем-то, или сводить в какой-то бар, что-нибудь выпить. И помню, что я сегодня своему минскому хозяину чирик-чирик торчу. Сегодня с утра у меня не было на метро, поэтому денег на метро. Поэтому сейчас пользуясь случаем отдал. Дэвид, во-первых, спасибо за очень оптимистическую беседу, за чувство юмора, за интересные ответы на не менее интересные вопросы. Меня зовут Сергей, я тоже тревол-журналист. Я 48 лет зарабатывал деньги, а потом за последующие 10 лет их потратил в тревол-путешествиях. Но 70 стран я успел посетить, и сейчас я автор фото-публицистического проекта «Вокруг света» вместе с аргументами и фактами. Но у меня, вы знаете, вопросов к вам нет, потому что я абсолютно разделяю вашу точку зрения на путешествие, на отношение к людям. Я встал вам говорить что-то только потому, что поехали завтра на Вилейку, на хутор, я вам покажу настоящую Беларусь. Я могу в 10 часов утра приехать по указанному вам адресу. Мы поедем на Вилейку к моему другу, там вы увидите настоящую Беларусь. Будет дырявая баня, будут караси, будет уха, самогон. Хозяин этого хутора, прекрасный фотохудожник, и вам будет о чем поговорить. Ну давай! Значит, завтра в 10 часов мы едем на Вилейку. На Вилейку. Ну здесь, может, в 11 договоримся, мне нужно еще автопати здесь какой-то будет, да? Мне нужно повеселиться сегодня. В 10.30? Окей, в 11. Добро. В 11, скажите, где забрать. Потом разговаривай. Потом. Спасибо большое. Я, наверное, подытожу. Спасибо вам, что пришли. Давайте поаплодируем, поаплодируем Дэвида. Дэвид, хочется пожелать, чтобы статья о Беларуси поднялась в топ, повыше, чем Исландия. Пусть все получится. Большое спасибо за то, что меня пригласили. Мне было очень приятно с вами пообщаться на эти темы. А потом, можете, когда я сниму уже микрофон, превращусь в нормального человека, обычного человека, мы потом подходите ко мне поговорим. Спасибо. Спасибо.